Умнее не придумаешь! Новое приложение для смартфонов поможет горожанам не опаздывать на автобус. За друзьями становись! В Амурской столице стартовали пришкольные и даже прибиблиотечные смены. Чтоб горело ясно, Благовещенский театр огня отмечает 10-летний юбилей. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости города. В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте! Сберечь нервы и время горожан теперь может умный транспорт. Электронный сервис с одноименным названием запустили в работу городские власти. Бюджет Благовещенска при этом не пострадал. Расходы на программу взял на себя один из предпринимателей города. Презентом воспользовалась Кристина Коширина. Расскажет обо всем подробно. Прибытие поезда в Уильюмьер снял единожды. Приезд автобуса наш оператор запечатлел с десяток раз. Всего за пару минут. К остановке на Калинино-Ломоносово транспорт подъезжает нон-стоп. Чуть дольше других случается стоят пассажиры 38 маршрута. У него интервал 15-20 минут. Юрий Тихонов в этом проблемы не видит. Мужчина наслаждается пенсией. Я на это не завлекаюсь. Потому что я в данный момент уже не спешу никуда. Куда-то на работу или что-то. Если бы очень сложно. Ну на такси вызвал, да и все. Приехали. Тех, у кого каждая минута на счету выручит умный транспорт. Творение российских программистов. Калинин сможет узнать, где находится нужный автобус за секунды. Нужен лишь компьютер или мобильный телефон. Узнать точное время прибытия автобуса можно в несколько кликов. Сначала скачиваем приложение на смартфон. Выбираем списки благовещенств. Затем нужную его остановку. В нашем случае это ДК профсоюзов. По прогнозу через три минуты автобус пятого маршрута должен приехать. Ждем. Прошло ровно три минуты. Автобус приехал вовремя. Не волшебство. Результат работы установленных во всех автобусах города приборов навигации. Через спутник они отслеживают местоположение транспорта и передают данные на сервер программы. Там формируется прогноз прибытия. Пока в тестовом режиме. А значит не идеально. Нужно понимать, что тестовый режим говорит о том, что могут быть определенные сбои, какие-то еще недочеты, недоделки и так далее, которые мы уже в процессе эксплуатации будем совместно с разработчиками устранять. Хотелось бы обратить внимание и на те факты, что необходимо учитывать, что все-таки территория города Благовещенска это приграничная зона. Поэтому есть определенные задержки и помехи. За месяц разработчики обещают отладить процесс. Программу переведут в штатный режим. Оценить ее сейчас можно на сайте базблг.ру. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». Перекресток улиц Василенко и Воронкова из Т-образного превратится в четырехсторонний. Реконструкцию планируется начать в этом году, а завершить в сентябре следующего. В строительство вложат почти 29 миллионов бюджетных рублей. За два сезона рабочим предстоит демонтировать часть построек, проложить ливневую канализацию, благоустроить тротуары, установить новые фонари и леерные ограждения. Разбить зеленые зоны. Участок призван соединить третий микрорайон с Чигирями, а следовательно разгрузить улицы Воронкова, Кольцевую и Новотроицкое шоссе. Важное снижение числа аварий отмечает и временно исполняющий обязанности губернатора Василия Орлов. Безопасность дорожного движения станет одним из приоритетных направлений работы Амурского правительства. Наряду с переселением из ветхого аварийного жилья, жилищным строительством и развитием системы образования. Веники из разнотравий Амурской тайги, жареную сою, керамические горшочки или что-то иное. Областные власти решают, что будущей зимой представить на выставке Дни Дальнего Востока в Москве. Ждут предложений от амурчан. В прошлом году при Амуре удивляло столичных жителей медом, шурпой из изюбря и космической едой. Условия для участия в экспозиции просты. Нужно представить самобытность региона и продукцию, произведенную в нем. Дни Дальнего Востока в этом году пройдут с 20 по 22 декабря. Идеи для оформления выставки принимают в инстаграм-аккаунте Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области. Увы, на экспозиции нельзя представить благовещенских детей и подростков. А ведь многие из них по праву носят звание «Гордость при Амуре». Памятные подарки с таким логотипом получили почти три десятка человек, прославившие амурскую столицу в стране и мире. Смотрим. Выступление с королем «Ста видов оружия» палкой для 10-летнего Миши Шитько просто разминком. Ушу-Таулу мальчик осваивает с трех лет. Своё первое золото на всероссийских состязаниях заработал в семь. С областных и дальневосточных с тех пор без медалей не возвращался. А две недели назад и вовсе стал чемпионом Европы. Есть персональный тренер, мама президента Амурской федерации Ушу. Больше нагрузки, больше заданий, более жёстче ко мне относятся. Очень сложно, конечно же. Есть ночные тренировки. Это с 11 до часу. Бывает, когда с 10 до 12. Для одного спасательного круга на токарном станке уходит где-то минут пять. Потом его нужно само собой покрасить. Дольше верёвочками его обязывать, чем само изготовление занимает время. Не ночами, но по 10 часов в сутки восьмиклассники из 16-й школы мастерили патрульный рыбацкий корабль. Копию английского судна в начале мая возили на чемпионат России. Собирать модель начали три года назад. За две недели до смотра она была готова наполовину. Успели. На 92 балла и 100. Первое место в стендовом виде. Обычно снижают баллы за несоответствие чертежам, за неаккуратность исполнения. Но, я не знаю, здесь всё прекрасно, в общем-то, сделано. Но, как бы, на фоне других моделей также оценивается. Ну, то есть, чтобы получить 100 баллов, я не знаю, модель должна быть полностью без изъянов. Победителями международных и российских соревнований только этой весной стали 27 юных спортсменов, художников, танцоров, учёных и техников. Спасибо за талант, власти говорят им ежегодно. Всегда вот смотришь на них и видишь, с каким азартом они занимаются своим делом. То есть, для них это дело любимое, и я считаю, именно поэтому они достигают определённых результатов. 6 июня во всём мире отмечают День русского языка. И российским школьникам сегодня выпало проверить его знания на ЕГЭ. Выпускники прошлых лет нечасто устраивают себе такие тесты. Для горожан его решила провести наша съёмочная группа в форме опроса. Одновременно? Или одновременно? Можно и так, и так, по-моему? Одновременно? Уверены? Одновременно? Уверены? Одновременно? Не знаю. Говорю-ка одновременно. Может, правильно, может быть. Нет, это не знаю. Бабушка на двое сказала. Может быть, уточнила, повторила. В двух смысле. Или так будет, или так получится. А это можно бабушка на двое сказала. Бабушка думает так, а говорит по-другому. Вы можете её... Можно и так подумать, можно и так подумать. Ну, бабушка, наверное, на двоих сказала. Двоим сказала, а кому-то одному и кому-то ещё. Ой, рёлка, вот знаете, вот не знаю даже, не встречалась я с таким. Хотя вот учитель русского языка, я сама, я не знаю. Ну, может, какой-то переулок? Какая-нибудь улица? Реолка? Рёлка. Рёлка? Не знаю. Переулок рёлочный знаю. Благовещенский. Ну, дорога. Освоить цирковой трюк, собрать робота, научиться рисовать могут мальчишки и девчонки в Благовещенском. Тематические программы для них придумали организаторы 19 смен пришкольных лагерей. Один из самых популярных зовётся Бригантиной. В 25-й гимназии отдохнут 118 ребятишек. Наша съёмочная группа посмотрела, как прошёл их первый день. Девочки, его можно вот так растягивать и вот так сминать. Растягивать и сминать лизун полезно для рук. И тратиться на такой тренажёр совсем не обязательно. Десятилетняя Ювелина Медведева делает лизунов сама. Из клея ПВА, тетрабората натрия и пены для бритья. Собралась научить процесс у девочек из отряда. Сначала я смотрела в интернете, там уроки были, как сделать такого лизуна. А потом я уже сама начала придумывать всякие рецепты. Сама там клей выбирать. Пену для бритья. Их, к примеру, можно продавать или обмениваться на какие-то вещи. Торговать в лагере, конечно, нельзя. Впрочем, освоить азы рынка помогает монополия. Кому она не по душе, могут сыграть в фотовикторину или просто размяться. Миша Кабаков хочет стать геологом. Вне лагеря без устали собирает камни. Часто дарит их друзьям. Их у мальчика не меньше десяти. А на смене стало ещё больше. Пришёл такой, вижу кучу ребят, и сразу знакомлюсь со всеми. Некоторые подходят ко мне, некоторым подхожу. Я знакомимся там, играем в разные игры. Ну, не телефонные точно. Отказаться от телефонных игр придётся всем 118 воспитанникам лагеря. Их разделили на четыре отряда. Учли пол, возраст, наличие путёвки в бассейн. Для каждой из групп устроят экскурсию по городу, сеанс, 3D-кино, дискотеку, встречу с инспекторами ГИБДД, спасателями и не только. Выезд на целый день, каждый ребёнок побывает день в огоньке. И, как нам обещают, это будет очень здорово и будет интересное путешествие, потому что детей забирают из лагеря пришкольного на целый день на автобусах, увозят за город и развлекают силами этого лагеря. Смена в пришкольном лагере продлится 21 день. Путёвки в Бригантину 25-й гимназии ещё не раскупили. Мария Селезнёва, Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Провести лето с пользой можно и в городских читальнях. Смены для детворы организовали две библиотеки – «Солнечная» и «Имени Чехова». Детки у нас находятся 4 часа в день с часу до 5. Лагерная смена будет длиться где-то 9 дней. У нас запланированы мастер-классы с детками различными. Вот вчера мастер-класс был по полимерной глине. Сегодня школьники почувствовали себя настоящими дизайнерами. Мастерили поделки из фетра. Я делаю корзинку для того, чтобы положить в неё карандаши и другие принадлежности. Я хочу подарить её маме. Сотрудники читалины. Приглашённые педагоги планируют проводить как можно больше интеллектуальных занятий. Ребят ждут викторины, познавательные игры, литературные квесты. Любой горожанин старше 7 лет может подключиться к ним прямо сейчас. Родителям это обойдётся в сумму не превышающую 2500 рублей. Продолжаем. Всего за год в полтора раза увеличилось количество амурских фазанов. Во время весенних учётов птицы специалисты насчитали почти 1300 особей. Сегодня в Харьковском заказнике обитают 298 фазанов. В Муравьёвском – 986. В Дирекции по охране животного мира пояснили – прирост численности связан с вольгодной для птиц погодой. Зима выдалась малоснежной, им было легче прокормиться. А весна наступила рано, тем самым облегчив период гнездования. Удивительный факт учёные заметили в Архаринском районе сибирского пепельного улита. Раньше этого вида в Преамуре не было. Уже 10 лет они зажигают на корпоративах, концертах и фестивалях. В прямом смысле этого слова. Свой юбилей этим летом отмечает Театр Огня «Одержимые». За 10 лет первоначальный состав в 9 фаерщиков-самоучек вырос до коллектива с тремя десятками укротителей огня. Большая часть из которых – девушки. Боятся ли они обжечься, выясняла наша съёмочная группа. Осторожно, огнеопасно. Но эти артисты пламени не боятся. Давно приручили. Для Яны запах керосина сродни парфюму. Два года бывшая танцовщица укращает огонь. Я всегда любила воду больше, чем огонь. А сейчас получается, что наоборот. Просто ударяешь по коже, и остаётся чёрный след. Смывается, потом всё нормально. Волосы иногда подпаливались. Яна – выпускница театра. Одна из дочерей его руководителя. Так Алексей Зимников называет своих старших учениц. Одержимая для него – большая семья, созданная 10 лет назад. Мной была предложена эмблема с изображением черепа, горящего на цепи. Так как я был поклонником рок-музыки, мне нравились байк-вечеринки, мотоциклы, катания. Театральной сути эмблема не отражала. Вместо черепа появились две маски. Год от года они меняют свой облик вместе с номерами. Они были в стиле аниме, стим-панк и даже венецианском. Для последнего одержимые везли маски из Италии. Сам театр пока гастролирует в основном по России. Я их отправлял в 2016 году на «Огни Востока». Это фестиваль проводится во Владивостоке. Он считается нерегиональным, международным. Для них это был первый фестиваль, потому что до этого мы особо не выдвигались. И, скажем, самый, наверное, запоминающийся. Потому что именно с этого фестиваля они привезли первую свою награду. Дети в возрасте 13 лет получили третье место во взрослой категории. Это лето у артистов тоже расписано. Фестивали в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Китае. Зарабатывают на поездки, а не выступлениями на свадьбах и концертах. Как-то раз оказались на сцене с группой «Слот». Близкие одержимых к их деятельности относятся с пониманием. Руководство театра давно заслужило доверие. Они, например, приезжают в 12 ночи, в 2 часа ночи. Нам говорят, сегодня они будут на заказе там-то, выступать там-то. Все, и мы поэтому готовы. Мы не переживаем, встречаем. Они моются и брык спать. Так что все нормально. Серьезных травм и ожогов у артистов за 10 лет не случалось. Просто потому, что они знают, каким бы послушным ни казался огонь, с ним всегда нужно быть начеку. Кристина Коширина, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Выложиться по полной предстоит амурским футболистам. Они вступили в борьбу городского первенства за призы мэра. С состязаний начался летний сезон. Очень приятно, что это событие в первенстве города Благовещенска проходит в преддверенное на самого главного международного события чемпионата мира по футболу, который пройдет на территории Российской Федерации. Поэтому это очень приятно. В первенстве примут участие 12 команд. 9 городских, 2 из Ивановского района, одна из Тамбовского. Команды сыграют в круг. Победит набравшая больше всех баллов. Ее название звучит в сентябре. Первыми в борьбу вступили Благовещенск и Легион Ивановского района. Горожане обыграли гостей со счетом 8-2. Расписание следующих матчей можно найти на сайте Амурского футбольного союза. Его адрес вы видите прямо сейчас. Череда городских новостей подошла к концу. Встретимся с вами завтра в привычное время. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Субтитры подогнал «Симон»!